Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Стараюсь я, чтобы камни были разные по форме Чтобы это не выглядело как-то монотонно и скучно Мне кажется, что додумывание истории, скрытой за иллюстрацией Это очень неплохое занятие Мне, по крайней мере, очень нравится Во-первых, это помогает мне определиться с цветовой палитрой Когда я уже решила, что это будут зеленые агаты Значит, я приблизительно знаю, из какой цветовой гаммы я должна набрать свои карандаши Если я хочу раскрасить эту картинку в довольно ограниченной палитре Кстати, это будет для меня вызов Не использовать все 150 оттенков карандашей И своеобразный выход из зоны комфорта Так что тоже очень интересно Выбрав эти оттенки, мне их нужно как-то распределить по странице Определяю, где будут источники света и тени И мне кажется, что картинки в ограниченной цветовой гамме смотрятся очень элегантно И еще, когда придумываешь такую историю, скрытую за иллюстрацией Это позволяет тебе выучить что-то новое К примеру, я почитала про зеленые опалы Про то, где их месторождения сосредоточены Про то, за что они ценятся Как используются и в ювелирном искусстве И даже почитала о том, какое мистическое значение им придают Например, считается, что этот камень помогает подольше сохранить молодость А также помогает как-то раскрытию вашего воображения Он очень полезен творческим личностям Так что, мне кажется, я весьма удачно выбрала первый камень Для того, чтобы раскрасить первую девушку из новой раскраски Ханны Продолжение следует... 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 Потом уже когда посмотрю на законченную иллюстрацию, когда раскрашу девушку, мне будет легче понять, нужно ли добавлять более глубокие тени между камнями или оставить фон менее контрастным с более плавными переходами. Так что лучше на этой стадии не добавлять очень резких и очень темных теней. Это будет гораздо тяжелее исправить, чем на последнем шаге усилить контраст. Когда я прошла по пути от средних оттенков к самому темному, теперь я пойду от средних к светлым. И я возьму очень любимый вновь карандаш Pale Sage. Очень красивый оттенок, который я использую почти повсеместно. Думаю, по его длине это видно. И начинаю я постепенно им заполнять и камешки, где-то приблизительно на 50% от их размера. А также хочу закрасить область в центре картинки, которая у меня будет служить своеобразным указанием на то, где у меня источник света. Как раз позади лица девушки и мордочки кошки у меня будет самая светлая область фона. Я ее практически не буду закрашивать. И это поможет сконцентрировать мне на этом участке внимание зрителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пастельный желтый Deco Yellow один из моих любимых карандашей. Я очень люблю использовать его для создания эффекта мягкой освещенности. Держу я его практически параллельно листу, чтобы штриховать мягко-мягко очень легко. Но тем не менее, даже такая легкая штриховка, смешиваясь с уже нанесенным слоем салатового, добавляет интересный цветовой акцент. Вроде и не ярко, но все равно помогает привлечь внимание и выделить именно эту область. Лица девушки и мордочку кошки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне нравится, как у меня получается фон Я еще не решила, хочу ли я сделать свою девушку черноволосой, может быть золотыми бусинками в волосах, а кошку серой Или же я сделаю девушку рыжей, а в волосах у нее будут зеленые бусинки, тогда кошка будет черной У меня есть время подумать до следующей части этого видео А вам спасибо за просмотр и скоро увидимся С вами была Алена, пока!